Ну вот Ваня, мне вас очень советовал на вас подписаться, смотреть. Фотографию вашу в какой-то там в униформе или что-то оставить. Наверное. Так. Так. Как же он написал перед нами? Игорь Барабаш. А? Для Игоря Барабаша. Ну я знаю, вы по почте сделайте на него. Не надо вам, да? Не надо мне. Всё понял. Там все указаны данные его. Перешите. Скажите. Всё, ладно. Это ему сегодня... Это комбайн. А комбайн это речь идёт о нескольких миллионах. Комбайн. Комбайн это не машина. Я не знаю сколько он. Это 50 миллионов стоит. Поэтому тысяча она почти ничего не трогает. Ладно, я ему тогда скажу. Ну а это всё равно. Это добрый дал по возможности, как говорится. Там все данные есть. На него перечислить. И кошелёк, и всё. Хорошо. Я передам вам. Да. Тем более я выставляю все данные этого. У него вчера сын женился. Как раз вчера приехали сейчас с свадьбы. Понял. Так, ну ладно тогда. Ну ничего. Во славу Божию. Хорошо. С Рыбинского. Хорошо. Мы благодарны за расположение. Это самое дорогое. Это у Тургенева есть такой рассказ. Нищие просят, стоит. Есть нечего. Посинел от холода. Ну я в Харман тунелся, смотрю. Говорит, костюм-то другой надел. Ничего нету. Полез, а там нет. Он говорит, хотел платочек отдать, и платочка нету. Я пожал руку и говорит, прости, друг. Ничего нет. Он говорит, это тоже доброе даяние. Да. Вы понимаете? Слово ободрил Господь. Слово ободряют, да. Ну да, ладно. А другой рассказ такой. Он все время раздавал, раздавал, и все имение раздал. Ну и коснулось так, что есть нечего. И он руку протянуть боится. А потом потихоньку руку протянул. А человек проходит мимо, опять руку убрал. А сзади подошел кто-то и говорит, ты жертвовал для Христа. И через тебя многие люди добро сделали. Ты отдавал, поднимал людей на ноги. А теперь через тебя люди хотят получить тоже. Говорят, так царству дорогу пробить. Он обернулся назад, а никого нет. Вот так Господь ему просто показал. Не стыдись. Ты просишь не на дурное. Тебе надо день прожить как-то. Об этом патриарх Геннадий говорил. Ты лег спать и слышишь кричить человек. Он три дня не ел. И лег возле дома лежит. Сверху дождь течет на него. А ты боишься ему кусок хлеба дать. Мы так даже. У Игоря, конечно, большая нужда в комбайне. Там на веревочках все. Но нынче опять он убрал. Это хорошая погода стояла. Тем более сейчас они с сыном вдвоем. Второй сын пошел сейчас учиться. А этот закончил наш технический университет тут. Алтай, да, у нас? Да. Это Господь так делает. Благодарим. Спаси Христос. Вас тоже. В интернете вы по скайпу заходите, если нужно, и там побеседуем. Скайп. Ваня очень... А? Каждый раз вы ему когда отвечаете, он мне говорит, вот, посмотри. Ну, когда нужно будет вспомнить, как Игнатий Лапкин, там больше ничего не надо. Мое имя и фамилия один раз только встречаются на весь интернет. Ни в одноклассниках, нигде больше никого нет. И поэтому, ну, там мы уже побеседуем, и все данные, я свои ресурсы скину. У нас очень богатые ресурсы. Вот в моем мире, где сейчас вот скинули на меня, 22 140 фотографий наших. И Ютуб. А сколько у нас там? 17 200 роликов. Разобрать попробовать. В интернете ни у кого столько нет. Почему? У нас много разных дел. Наша миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона. И везде мы все снимали. Когда я дарил книги, мы проехали 120 тысяч километров. И подарили книги на 35 миллионов. Вот как. То есть книги мне помогли издать, а я потом решил подарить библиотекам мира. У них денег нет. И мы проехали 650 городов. От Владивостока, представьте, в Тихий океан до Лиссабона, Португалия. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. А почему безголовного вора-то? Наденьте. Да, прохладно. А я не пойму, что случится. Покричал, никого нет. Я наружу включил, а гляжу, вы стоите. А мы постучали, вроде никого нет. Никого нет, потому что это... Ну, там не слышно, я далеко сижу, да и у меня ослабленный слух. А я тогда включил наружу, а гляжу, стоят двое. Вон, видишь, наблюдательные. Мы когда уезжаем, тут специалисты сделали, все вокруг видно. Во втором доме мы молимся. Я могу сказать, такого вот участка дома на всей России нет. Когда я вернулся, 11 лет шел в суд после реабилитации. Я процесс выиграл, а в администрации рассчитаться нечем. А сделали так, что КГБ из Имала, а они в стороне, а ответственная городская администрация. И Бог дал судебный исполнитель женщину. Она пришла, говорит, рассказывает, сказал, арестовывай все счета в Барнауле. Ни один бюджетник не получит ни рубля, пока Слабкиным, Игнатием, Тихачем не рассчитаетесь. Тогда они со мной заговорили. Мэр города, прокурор края, там до губернатора все собрались. Руки-ноги, говорит, ему не вставишь теперь. Меня же крутили, чтобы было со мной. Ну, давайте в конце. 11 лет шел в суд. 11 лет. Уже никто не думал, нет, говорит, ничего не будет. И вдруг в Москве какая-то нашлась Амелиным. Президиум Верховного Суда СССР. Отменил все, что было, да, то по-новому начинайте. А по-новому уже другие люди. И сразу все пошло в нужном русле. Ну, все. Что, ладно. С Богом. Еще раз вам. Ну, ничего, ничего. Спасибо за ваши поделки. С Богом, пойдемте, я вас провожу. Это Господь так и делает. По-человечески казалось, все, кончено, ничего нет. И тогда приехал мэр города Барнаула, вот здесь вот. А здесь был освод, здание на водах, спасает. А это потом территория, ну, центральный район, тут красота такая, оп рядом. И отдали его этим афганцам, которые в Афганистане воевали. Они вот все это сделали, ну, кащели тут мои. Ну, и когда привезли меня, а предложили, я говорю, нам нужно молиться где-то. Мы православные, но мы хотим отдельно, чтобы было. Потому что безобразие в церкви, это деньги, шатание. У нас такая дисциплина, это вообще не скажешь. Приехал полковник с этой летного училища, я у них вел занятия. Ну, у меня такой дисциплины нет у военных. У нас ногами не переступят. Пришли люди, все одеты по форме, с тарелкой не ходят. Там крещение, все это бесплатно делается. Десятину включили, и все заработало. И вот он пришел, вот на этом месте мы сфотографировались. Баварин, а то эти афганцы тут куча собрались, это раненые. Мы тут отремонтировали, решетки поставили. Им отвечает, государственная необходимость. Мы вам лучшее место дадим. Их отсюда, значит, выдвинули, а мне отдали. И вот здесь сфотографировали. Мэр города к каторжнику приехал, так не просто мэр. Он входил в десятку лучших мэров России. Баварин, Владимир Николаевич. Ну, а тут сразу склады поставил. Я начальник детского лагеря, мы пять складов. Тут у меня все стало на ноги, как надо. Занятия тут идут. Приезжают люди, гостиницу есть где принять. Тут живу, а здесь у нас храм. Так Баварин приехал буквально через неделю посмотреть. А мы уже тут и алтарь все построили. Он удивился, как много сделали. У нас такие были личные отношения. Видите, не было, не было. Но мы показали, что не надо роптать. Вот у нас в семье у отца было десятеро. А у отца руки не было, лебо это до сих пор. Пять мальчишек, пять девчонок. И мы ни разу не слышали, чтобы они властью ругали. Никогда. Бедность была невыносима. Вот выгоним, коров пасли. Смотришь, корова оправится. Голыми ногами заскочил на теплой лепешке. Следующий, где корова оправится. В школу прибежал, ноги под себя поджал. И сижу, отогреваю. И главное, ни одного ребенка нет. Мне вот 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. Так меня в морозилке держали в тюрьме. Что со мной не делали? Это Бог делает так. А которые были, следователи, все умерли. Прокурор, который судил, ни одного. Я еще не вернулся, они уже умерли. На государственных хорчах. А теперь все, реабилитирован, невиновен. Да все это у русских пословиц, если наплевать да забыть. Нам вперед двигаться надо. Где-то да. Вот я был начальник детского лагеря, образовал лагерь. 45 лет. И в ином формате еще три. Без помощи государства тысячи детей подняли. Строим сейчас православную деревню. Одна на 21 тысячу, которые погибли в России. И почему? Это нельзя сделать, это только Бог делает. Он избирает людей и начинает делать. Вот ваше сердце побудилось к этому? А вы смотрите. Кому-то еще скажете. Скажете, человек такой, вот работает Игорь, фермер. А комбайна нет. Комбайна старенький, все ломаются. Может кто-то найдется. Есть такие люди, как Щубайс, но они нам не знакомы. Они говорят, денег много, не знаем куда деть. Речь идет уже не о миллиардах, а триллионах. Вчера показывали тут. Вот так. Ну с Богом. Храни вас Господь. Так вы зайдете сразу там, это, скайп. Найдите где-нибудь. А ты легко, его там 5 минут поставите. И по скайпу только зарядите Игнатия Лапкина. Ну и скажите, я приходил к вам, вот такой-то, такой-то. Хорошо. С Богом. Ну, дедок, чуть-чуть.